ЗАГС. За этими четырьмя буквами вся жизнь человека от рождения до смерти. Традиционно мнение о работе ЗАГСов складывается по впечатлениям о регистрации брака. Остальное остается, как правило, за кадром. 18 декабря 2012 года этой структуре России исполнилось 95 лет. Почти вековая история органов ЗАГС – это история страны. В Чувашии праздничную дату отметили сегодня на торжественном совещании в Театре опера и балета. Галина Титарчук узнала, чем же важны ЗАГСы для общества и государства. Первоначально органы ЗАГСа были созданы при НКВД, затем вошли в структуру МВД, затем в структуру исполнительных комитетов. А в 2006 году впервые за всю историю развития органов ЗАГСа вошли в систему Министерства юстиции, которая руководит ими по сей день. За 95 лет истории менялась структура ЗАГСа, методы работы, усложнялись задачи. Но, несмотря на все изменения, система доказала свою стабильность и необходимость. С течением времени роль службы органов ЗАГСа только возрастает. Об этом свидетельствуют и те перспективы, и те задачи, которые сегодня стоят перед нами. Это и создание электронной базы данных записей органов ЗАГСа. Это и предоставление государственных услуг в сфере ЗАГСа в электронном виде. А главное и объединяющие все сказанное наши с вами задачи, уважаемые коллеги, это работа в интересах человека и для человека. Все самые важные события в жизни человека связаны с органами ЗАГС, бережно хранящими хронологию человеческих судеб и связь поколений. Поэтому и ветеранов этого дела не забывают, уважают и почитают. 25 лет возглавлял органы ЗАГС Чувашской республики Виталий Капитонов. К профессии прикипел всей душой. В настоящее время все органы ЗАГС компьютеризированы, и обслуживание происходит намного быстрее, чем когда-то писали от руки. На это уходило минимум 15 минут. Сегодня это 5 минут. И еще поиск информации. Это тоже намного ускорилось. Но это своя эволюция, своя история. Наверное, потомки скажут, не зря жили они, не зря работали. В настоящее время в Чувашии 29 отделов ЗАГС. У каждого из них своя дата рождения, своя богатая история, которая бережно собирается в летописи. Впервые в этом году среди отделов ЗАГС Чувашской республики проводится конкурс летописей. Прошлое и настоящее. Один из победителей – это администрация московского района города Чебоксара, отдел ЗАГС. Им удалось найти ровесника, который отмечает 95-летие вместе с органами ЗАГС Российской Федерации. А первое почетное место в этом конкурсе заняли работники отдела из города «АллатРь». Ежегодно в начале года подводят и итоги республиканского конкурса на лучший отдел ЗАГС. В 2012 году, по мнению жюри, эффективнее всего работали Яльчикский, Урмарский, Янтиковский отделы ЗАГСов, занявшие, соответственно, первое, второе и третье места. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.